Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить очень вкусное блюдо. Как вы уже знаете, у меня все блюда очень вкусные и все блюда получаются шедеврами. Но сегодня действительно это будет так. У меня есть разрезанное седло барашка. Я его разрезал или разрубил по сочленениям позвоночника на порционные куски. И сегодня я его поджарил. Раньше я уже готовил седло барашка, но для этого я срезал полностью все филе, всю мякоть и готовил его. Но вкус на кости, когда я делал на кости, намного интереснее, он совершенно другой. Сегодня мы будем готовить седло барашка на кости. Для этого я подготовил пряности. Я использую ягоды можжевельника. Они очень крупные и даже слегка такие, как будто бы сочные внутри. На верхней части седла барашка есть вот такая прослойка жира, под которой есть толстая пленка. Для того, чтобы эта пленка при термообработке не сжималась и не выдавливала сок, я возьму, сделаю вот такую насечку, только чтобы просечь жировую прослойку и саму пленочку, чтобы мясо постараться не разрезать. Вот так. Таким образом, когда пленка будет сжиматься, она не будет выдавливать сок из мяса. А второе назначение этих надрезов, через них легче будет проходить наша пряная смесь и тепло. И мы быстрее приготовим седло барашка, не пересушивая его. Я сделал надрезы на всех кусочках седла. Смесь пряностей я предварительно размахнул. И теперь хорошенечко посыпаю седло барашка ароматными травками. Запах, если вы слышали. Божественное сочетание можжевельника, тимьяна и орегано. Особую пререзь передают смесь перцев зеленый и белый. Они очень по-особому пахнут и у них особый вкус. Попробуйте, вам понравится. Вот этот кусочек, он самый некрасивый. И если бы мы были в ресторане и я был шефом, то естественно бы мы его гостям не подавали. Потому что всегда в каком-то куске мяса должны быть обрезки. То есть это мы обрезали и используем 4 кусочка. Но так как мы не в ресторане, поэтому кому-то достанется и кусочек меньше красивости. Может быть кошечке? Кошка согласна. Так, хорошенечко руками втираем смесь. Мясо сухое, я его не мыл. Потому что я никогда не мою мясо. Пишите в комментариях, что вы думаете обо мне и о том, что я не мою мясо. Мясо мыть нельзя. Мясо и так чистое. Если вы правильно разделывали. Отлично. А теперь, чтобы эти пряности прекрасно перешли в само мяско, мы должны добавить самый важный компонент. То звено, связующее, которое будет переносить аромат от травок к мяску. Это оливковое масло. Это прекрасный, божественный продукт. Он очень вкусный. И особенно хорошо он работает вот в таких маринадах. Попробуйте приготовить на оливковом масле. И вы больше никогда не захотите что-то другое. Также оливковое масло будет защищать мяско от излишнего пересыхания. И придаст ему необходимую сочность в тех местах, где жир отсутствует. К этому волнующему аромату добавился еще запах оливкового масла. Само масло очень вкусное, поэтому выбирайте масло, которое вам приятно на вкус. Оставим пропитываться запахами седло барашка на часик-другой. Потом приготовим. Седло барашка мариновалось часика два, два с половиной. Оно комнатной температуры. Я выкладываю кусочки наса на разогретую чугунную сковороду, в которой обычное растительное масло. Обжариваю до легкой курочки и отправляю в жарочный шкаф. Вот так прекрасно стягивается эта пленка, которую я разрезал. А если бы мы ее не разрезали, она бы стягивала мясо и выдавливала из него сок. Я переложил все кусочки седла на другую сковороду чугунную, которая была предварительно разогрета. Выдевал масло, на котором это все жарилось. И отправляю все в жарочный шкаф при температуре 180 градусов минут на 8-10. Стейки из седла барашка уже пожарены. Они жарились ровно 10 минут. Когда они немножко отдохнули, я проверил температуру. Температура внутри была 50 градусов. Скорее всего, они уже немножко остыли. Но если и нет, это как раз та степень прожарки, которая мне больше всего нравится. То есть с легкой розовинкой. Самое важное, чтобы после прожарки любое мяско отдыхало. Это мяско отдыхало около 10 минут. Замечательное домашнее вино, полусухое. Аромат пьяни. Попробуем. Стейки нужно резать ножом. Вот замечательно шкурка с салом поджарилась. Вот эта внизу, такая пленочка, она упругая. Та, которая мешает нам. А сверху у нее покрыто салом. Да, вот. Сейчас освещение свет холодное, нейтральное. Поэтому непонятно, оно или розовое, или красное, или малиновое. Ну, при нормальном освещении, как раз прекрасная будет степень прожарки. Смотрите. Сок такой, как должен быть, без крови уже. Ой, попала. Попробуем. Мяско нужно резать тоненькими кусочками, потому что это не специальные бараны, которые выращиваются где-то в северных странах, и у них очень нежное мяско. Это обычный баран, который бегает себе, пасется, поэтому мяско нормальное, такое, какое должно быть, упругненькое. Когда режем тоненько, очень вкусно. Не знаю, как вам освещение, но мяско готовое. Его нужно резать поперек волокон, и все будет прекрасно. Вот так. Класс. Итак, друзья, что я могу сказать. Стейки из седла барашка получились замечательные, очень сочные. Вот именно вот эта розовинка, конечно, освещение покажет, что она слишком розовая, но они нормальные. Это то, что мне нравится. Самое важное, мясо не пересушить. Но здесь, как и в любом вкусе, дело в человеке. Не бывает плохого или хорошего вкуса. Кто-то любит мясо полусырое, кто-то любит мясо очень прожаренное. Поэтому я готовлю так, как люблю я и как любят все мои друзья. Если вы любите более прожаренное мясо, просто подержите его в жарочном шкафу 2-3 минутки дольше, и все. В этом нет проблем. Никто не будет говорить, хорошо это или плохо. Каждый готовит так, как ему нравится. По ноткам. Нотки здесь очень нейтральные. То есть те приправы и пряности, какие я добавлял, они просто помогли раскрыться настоящему аромату барашка. Это мясо пахнет именно, знаете, когда горячее мясо с кровью, как оно хорошо пахнет. Пряности почти не слышно, хотя здесь их много и вы видели, какие мы добавляем. Поэтому это замечательно, что так сработали пряности. Мясо идеальное, мне нравится, все замечательно. Это самая нежная часть, я ее готовлю в первую очередь. То есть нужно стараться, чтобы такие ценные части к вам попадали именно охлажденными, не замороженными. Друзья, я желаю всем приятного аппетита. Готовьте по моим рецептам. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка на подписаться вот здесь внизу. Чтобы вы всегда были в курсе самых свежих моих видео, вот здесь есть колокольчик. Если вы на него нажмете, вы будете всегда знать, какое видео вышло у меня свеженькое. Готовьте по моим рецептам еще раз. Пишите в комментариях, что вы думаете о моих рецептах, обо мне. Ставьте лайки обязательно. И помните, кухня это самое спокойное место. И подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok